Ну, чем мне новогоднее блюдо? Во-первых, это даже красиво. Кстати, что насчет рецептика? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поселок Сапожок, Рязанская область, в двух шагах от здания районного суда. Так, на процесс, все на процесс. Вы кто у нас, присяжные или свидетели? Кто вы? Документы есть у вас? Так, заходим, давайте заходим. Заседание начинается уже. Давайте, давайте. Заходим. Давайте, заходим. Нет, никаких протестных акций адвокат Сергей Сорокин не планировал. Само вырвалось и завирусилось. Судья районного суда Людмила Гаврикова возмутилась и отправила жалобу куда надо с требованием наказать подстрекателя. В ответ президент местной адвокатской палаты сделал устное предостережение Сергею Сорокину о недопустимости подрыва авторитета адвокатуры путем общения со свиньями. И все. Адвокату даже не пришлось извиняться. В 2018 году их было 259, а сейчас их уже 346. И это число все растет и растет. Список доверенных лиц кандидатов в президенты президента Владимира Путина на конец декабря оказался длиннее уже почти на сотню человек, чем во время его прошлой предвыборной кампании. И это не предел, может дойти до 600, утверждает питерское издание «Фонтанка». Но мы тут за комментариями. От жителей Петербурга в основном. Где они взяли 600 шаманов? До необходимого количества набьют героями России, рецидивистами и числа тех, кто еще не попался. Это и есть последние его избиратели. И так далее, и тому подобное. Тут полная единодушие. Многообещающее. Как вы относитесь к переизбранию президента? К переизбранию? Плохо отношусь. Он же сам обещал, что он не держится за власть, что он уйдет, как только ему закончится срок. А сам вот уже много-много лет и снова собирается. В день Конституции 12 декабря волгоградские пенсионерки вышли в центр города с требованием соблюдать Конституцию и прекратить войну в Украине. Своих имен они не скрывали. И кто сказал, что это ядерный электорат действующего президента? Ну это конституционный акт переизбрания или нет? Нет, у нас нет уже Конституции, давно не работали. Конституция гарантирует нам свободу слова, свободу личности, неприкосновенность невиновных людей и прочее. Но этого я сейчас не вижу в нашем обществе. Хотя бы взять вторжение России в Украину, я считаю незаконным. И зачем мы, извините, вперлись в чужую страну? И все-таки народу нашему нужно определиться, мы что строим, возвращаемся к феодальному строю или все-таки движемся вперед к демократии. Пикет продлился около часа, обошлось без задержаний. Слышал новости, что Путин объявил о переизбрании, что будет переизбираться на новый срок? Слышал. И как к этому отнесся? К этому? Негативно. Надоел Путин, да? Конечно. А в марте не готов его поддержать и не будешь за него голосовать? Ни в коем случае. Воронежцам гарантирует свободу слова местный активист Павел Сычев. Минимум раз в месяц он выкладывает уличные опросы у себя в Ютьюбе. В общем, тоже вполне оппозиционная деятельность. В этот раз воронежцы воспользовались свободой слова вот так. Что не устраивает? Что не устраивает? Цены растут, а зарплаты маленькие. Это не устраивает. Поднять зарплату сами себе не можем. Думаете, президент сможет поднять, да? Нет, не думаю. Но просто это немыслимо. А как лично на себе это ощутили? Стало сильно тяжелее жить в последнее время? Конечно. Если раньше хоть на что-то хватало сейчас вообще. Продукты и все. Даже уже одежда с трудом. Почему? За что именно вы поддерживаете Путина? Ну, потому что кто еще у нас что в стране может удержать? Ну, а что за 23 года у власти Путин такого сделал, что заслуживает вашей поддержки? Слава Богу, мы живы, здоровы. То есть это Путину спасибо советское, да? Конечно. Вообще вопросов к президенту у вас нет, да? Ой, вопрос может есть? Ну, я даже не знаю. Хотелось бы спросить, когда война закончится. Это даже самый главный вопрос. Скорее бы война закончилась. О том же Ростов-на-Дону. Местный оппозиционный ютуб-канал «Аврора» также регулярно дает улицам право голоса. И с президентом тут разговор короткий. А меня интересует... Я бы задала вопрос нашей судебной системы. Почему у нас судебная система вся прогнила насквозь? А вот скажите, что вы ожидаете от следующего года? Мира. А сейчас новости, как говорится, одной строкой. Не успел в Саратове открыться музей специальной военной операции, как его подожгли. Точнее, подожгли дверь. Никто не пострадал. Красноярский горожанин ясно выразил свое отношение к нынешней патриотической символике. Он пинал огромную букву «З» до тех пор, пока не приехала полиция. На него завели дело по статье о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. В России запустили бесплатный сервис по отправке новогодних открыток политзаключенным. jailmail.ru Нужно просто заполнить форму на сайте, а открытку отправят за вас. Вот здесь, внизу, есть ссылка на полный список политических заключенных. Их число в 2023 году превысило 600 человек. Данные мемориала. А вот интересная открытка. Надпись внизу. Пусть исполнится твое самое заветное желание. Подушка с уточками, опять же. Это специальное новогоднее предложение от движения «Очнись». Открытки для самых близких. Тех, у кого совпадают заветные желания. Новость культуры. Группа ДДТ выпустила клип на антивоенную песню новости Юрий Шевчук «Дед Мороз в депрессии у телевизора». Там, кстати, в конце телевизор взрывается. Один из немногих российских музыкантов, кто выступил против войны, но остается в России. В России, которую винтят, штрафуют, сажают, но все никак не могут заставить молчать. Настроение отвратительное, злой. Мне не севрюжины с хреном хочется. Революции. Выходил, выхожу и буду выходить. Хабаровский активист Зигмунд Худяков в конце ноября освободился из спецприемника, отсидев 20 суток, а в декабре снова вышел на площадь. Я вышел поддержать наших политзаключенных. Именно тех, кто сейчас сидит в тюрьмах. Уже несколько сотен. Не тех, кто уехал за границу, советы дает. Каждый по-своему борется. Но эти люди пожертвовали своей свободой ради нашей свободы. И еще хочу обратиться к провокаторам и горе-единомышленникам, которые ходят только и советы мне дают. Вот меня когда арестовывали, там полиция ведет такую пропаганду. Да, все плохо в стране, но ты ничего не изменишь. Вот на таких, как вы, на вашем фундаменте, вот это все зло и стоит. Не мешайте нам, отойдите в сторону. Вот лишь некоторые герои декабрьских протестов. 30 жителей Казани против преследования журналистов. Казанская активистка Вера Отрешко за конкуренцию на президентских выборах. Иван Жижневский, Киров. Нет войне красной краской на снегу. Виктор Гиллен, Пермь. С плакатом «Как? Опять Путин?» Питерские активисты Виталий Иоффе и его День Конституции. И Иван Петров. Против репрессий и в поддержку художницы Саши Скочеленко. Москвичка Оксана Осадча. У нее почти стопроцентная потеря зрения. Вышла в поддержку политзаключенного Игоря Барышникова. Активист из поселка Сиверский Ленобласти Александр Правдин. Нет гомофобии. Саши Скочеленко «Женщина года». И вот он же с плакатом «Не давайте себе молчать». И, наконец, встречайте. Верка Сердючка в России, больше того, в питерском супермаркете. Чудо. Слышите, да? Льются песни, льются вина. «Шенни в мерло Украина» из магазинных динамиков. Вот так вот в галломаркете не вмерла Украина перед Новым годом в Питере. Кто совершил диверсию и включил гуляночку, хит Сердючке, выяснить не удалось. И непонятно. Покупатель, снимающий это видео, то ли возмущается, то ли все-таки сдержанно доволен. Слушайте, за такие песни сажают сейчас. А что увидели вы? Как ваш регион борется за мир в Украине и свободу в России? Пишите нам, комментируйте, присылайте свои истории. И до встречи через месяц в смелой России настоящего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова